Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Постановление Российского Комитета Рабочих по второму вопросу. Выполнены первые требования участников запланированной итальянской забастовки скорой помощи Вязьмы. На очередном заседании РКР, прошедшем 7 ноября, было принято постановление по вопросу о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Комитет отметил, что российские капиталисты в последнее время все чаще устанавливают для рабочих 10, а то и 12-часовой рабочий день, а также пытаются свести к минимуму время отдыха рабочих. Такая продолжительность рабочего дня и такой режим рабочего времени негативно сказываются как на здоровье рабочих, так и на способности их к организации. Комитет указал, что наиболее выгодным для работников является сокращение рабочего дня до 6 часов, продолжительность рабочей недели до 30 часов без понижения заработной платы. Также комитет выработал ряд требований, включение которых в коллективный договор должны добиваться рабочие с целью ограничения сменной и ночной работы. Вот некоторые из них. Недопущение еженедельной работы более 40 часов и продолжительности сверхурочных работ не более 80 часов в год, но не более 8 часов в месяц. Сокращение количества ночных смен. Ограничение продолжительности вечерних и ночных смен до 6 часов. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее 48 часов. Начало ранней смены не ранее 6 утра, окончание поздней смены не позднее 23 часов. Повышение оплаты труда в вечернее время на 40% и в ночное время на 80%. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на вечерней и ночной работе, не менее 28 дней непрерывного отдыха и дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней. Ранее Красное радио фонда рабочей академии сообщало о том, что работники скорой помощи в городе Вязьме объявили итальянскую забастовку. 10 ноября стало известно, что два важных требования работников скорой помощи уже выполнены. По информации сообщества «Профсоюз медработников действия», через несколько часов после телефонного разговора председателя правкома МПРЗ действия в Вяземской ЦРБ и исполняющего обязанности губернатора Смоленской области сотрудников стали знакомить с приказом, по которому два важных требования уже выполнены. Повышены ночные до 100% к окладу и введена надбавка 100% к окладу за работу по одному. В этих обстоятельствах правком МПРЗ действия принял решение не передавать завтра утром работодателю, собранной в рамках подготовки к итальянской забастовке, личные заявления сотрудников об отказе с 15 ноября от совместительства и работы с расширением зоны обслуживания. «Наша задача – решение поставленных нами вопросов, а не протест ради протеста», говорит председатель правкома действия. «Вот, товарищи, как надо бороться за свои интересы, организованно и сплоченно, один за всех и все за одного. Тогда и только тогда можно добиться успеха в борьбе, когда вы действуете все как один». «Поздравляем работников скорой помощи с победой! Молодцы, товарищи, так держать! Своей борьбой вы подаете всем трудящимся отличный пример того, как нужно отстаивать свои интересы. Но помните, товарищи, что нельзя останавливаться на достигнутом, нельзя расслабляться и терять бдительность. Успехов вам в предстоящей борьбе! С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры. Субтитры создавал DimaTorzok